Мне кажется, это достаточно показательный факт, что мы собрались поговорить. Логическое предположение с точки зрения кремлевской пропаганды сбор пикинговых жилетов. Но внимание такое, мы готовим революцию. Можете видеть, в принципе, я не знаю. И мне хотелось бы сказать несколько слов буквально вначале, именно о том, как мы себя можем позиционировать в том пространстве. Сейчас, как Иван сказал, довольно сложно говорить, эмигрантской формы нет, потому что количество людей, приехавших из России, активистов, оно превысило количество тех, кто находится по вполне понятным причинам за пределами нашей Родины. Но все равно сопротивляется ощущение, что мы ведем какую-то беседу, оживленный диалог уже, который проходит в третий раз, как бы находясь чуть-чуть отстраненно. То есть мы все-таки не являемся частью того пространства, которое Кремль абсолютно контролирует. Мне кажется, вот здесь есть та самая загвоздка, то объяснение, почему такое внимание каждому форуму. Причем, ну, первый форум был достаточно скандальный, сейчас они немножко, как бы, уже облучились. Понимают, что все-таки Вильнюс – это не бывший Советский Союз уже, и здесь, в общем, вести себя надо немножко аккуратнее. Но, тем не менее, все равно, как бы, пытаются, пытаются всячески, как бы, вклиниваться в работу форума. Уникально было, получили, иван не сказал, девять заявок из российского посольства. Я даже не поверил, когда я вам сказал девять заявок. В принципе, трудно понять, что собираются делать люди из российского посольства на нашем форуме. Ну, может быть, кто-то готовится до игры. Ну, с другой стороны, в общем, ну, как бы, мы думали, надо их регистрировать, оказывается, зачем, как, в принципе. Всю информацию они могут получить, как бы, мы не от того не прячемся, все у нас проходит открыто, вот, прям в эфире можете снимать. Ну, в общем-то, пока на сегодняшний день, даже если у кого-то из них, как сказал Игорь Чубас, есть потайные мысли о том, что неплохо вам засветиться здесь на будущее, вот. Мы все-таки собираемся для того, чтобы, как говорится, исправлять эту биографию. Вот. Когда уже проходит третье мероприятие, надо пытаться понять вообще, как бы, вот именно для чего мы собираемся, и каковы наши перспективы на будущее. Очевидно, что, конечно, мы не располагаем близко даже, там, теми ресурсами, не ограниченными ресурсами, которые есть, скажем, у каких-то других представителей оппозиционных групп. У нас нету той возветвленной инфраструктуры в России, там, как социальной, так и, как бы, инфраструктуры, находящейся непосредственно на земле, которые есть у кого-то другого. Вот. Но у нас есть, мне кажется, некое уникальное преимущество, а именно то, что на нашем форуме, как на первом, так и на втором, я, безусловно, не сомневаюсь на третьем, обсуждаются вопросы, которые, многие из которых в российском оппозиционном сообществе являются табу. Вот как-то вот в силу, вот именно вот, как я говорил, мы не зависим, вот это огромное наше преимущество, от вот той внутренней конъюнктуры, которая существует там. Понятно, что выборов нет, но все равно большинство российской оппозиции делают вид, что они есть. А когда вы делаете вид, что они есть, то вы, соответственно, ведете себя так, будто бы вы в них участвуете. Соответственно, вы должны бороться за избирателя, вы должны делать вид, что многие проблемы, которые надо освещать, их освещать не надо. А наоборот, другие вещи, которые говорить не надо, их надо как бы поставить до первого конца, чтобы этому потенциальному избирателю, естественно, существующему сегодня, понравиться. У нас этих условностей нет. И мы, пожалуй, единственное место сбора расставительской оппозиции, где все вопросы могут обсуждаться спокойно, без оглядки на этого несуществующего избирателя. Ну, в принципе, избиратель есть, он один в Кремле находится. Раз о нем не могут говорить. А вот без того, чтобы представлять себя постоянно в какой-то оппозиции оправдывающемся. А вот что подумает Мария Ивановна. Надеюсь, никого я случайно так не знаю. И я вот так думал, как оценивать действительно работу нашу первую форму, которую мы будем делать сейчас. И опять возвращаясь к тому вниманию, которое нам оказывают. На это, в принципе, не случайно. Вот Борис Кемцов любил повторять, что в условиях отсутствия политической оппозиции единственный способ оценить свою деятельность, это смотреть на то, как на нее реагирует Кремль. Ну, мы знаем, что, как бы, деятельность Бориса Юрьевича Кремля оценивала по высшей оценке, высшую оценку. Вот. Нам оказывают большое внимание здесь. И это, мне кажется, тоже демонстрация того, что они инстинктивно понимают. Многие вещи, как говорится, режимы диктаторские, они на таком уровне такого животного эстинга. То есть они понимают, что это обсуждение на самом деле очень опасно. Потому что это обсуждение говорит о тех проблемах, которые в России вывезли сегодня просто за скобки. Даже теми, кто считается оппозицией. И мы постоянно напоминаем о том, что есть вообще тема Крыма, есть тема Восточной Украины, есть тема других оккупированных Россией территорий. Есть вообще тема самого позиционирования России сегодня в мировом пространстве. Ну и главное, на самом деле, вот здесь, мне кажется, самое главное, что мы говорим. Мы говорим о будущем. Вот о будущем, которое наступит в результате того, что кто-то как-то проголосует, и наконец, наконец, наступит этот счастливый день, когда, получив два места в муниципальном округе города Урюпинска, мы, в общем-то, сумеем переломить ситуацию. Мы говорим о том будущем, которым Россия должна будет избавиться от морков прошлого. И вот это, пожалуй, делает наш форумширный муниципальный. Мы можем говорить о том, что страна, которая объявила себя правоприемником Советского Союза и фактически взяла на себя груз всех преступлений коммунистического режима, эта страна не может вырваться, вырваться из... Ну, на самом деле, из прошлого. А с прошлого надо разбираться. И на самом деле мы понимаем, что это не только, например, Россия. Вот можно посмотреть на Турцию, например. Все-таки отказ признать геноцид 2015 года, он в итоге привел к тому, что Турция, которая уже стояла на пороге принятия в Евросоюз, в итоге стала тоже страной в полной все диктаторской. Можно смотреть на Германию и Японию, в принципе, о том, как проходит процесс очищения, как страна, где страны ударными темпами, они становятся ведущими, ведущими мировыми державами, потому что четко поставлен интерес на том, что было сделано и все оценки были расставлены. Вот мне кажется, это действительно делает нас вот эта возможность все это обсудить, возможность говорить о том, что мы должны будем сделать, когда все-таки путинский режим даст вот трещин, начнет проседать и в итоге опалится. Мне кажется, это делает форум абсолютно уникальной. И я надеюсь, что этот разговор будет более предметным, более серьезным, потому что действительно говорить есть много о чем. И то, что у российской оппозиции отсутствует на сегодняшний день дорожная карта, вот такая, так называемая, именно в будущее. А вот что будет происходить? Это, с одной стороны, объясняет всем, что никто не знает, когда это будущее наступит, и это опять лохальная новость. Мы не знаем, когда оно наступит. Хорошая новость, что они тоже не знают, когда оно наступит. Опять я еще раз говорю, будущее с закрытым мраком, но учитывая то, что мы все-таки располагаем меньшими возможностями сбора информации, я сейчас раскладываю это как преимущество, то, что оно неизвестно. И ясно, что неизвестность для нас – это просто руководство к действию. Мы должны просто объяснять, как это должно происходить. Для них это страх, потому что они понимают, что во многих раскладах этого будущего для них просто нет места. Так что я жду, что мы действительно продолжим этот разговор и начнем разрабатывать те пути выхода из тупика, в котором оказалась наша страна. И я надеюсь, что этот форум действительно поможет нам решить, по крайней мере, в своем кругу те проблемы и те вопросы, которые надо обсуждать. Ну, просто, пожалуй, я ничего больше сказать не могу сейчас, потому что впереди два дня работы форума. Я думаю, что результаты его, они как-то скажутся и на том, как мы выстроим свои отношения. Ну и кроме того, мы ни от кого не прячемся, что важно. Мы показываем все, что нам есть сказать буквально в прямом эфире, потому что, мне кажется, это тоже очень важное отличие от каких-то других мероприятий. Принципиально важно показать, что мы всегда открыты, готовы к нормальному диалогу. Не с преступной властью, а с теми, кто вместе с нами хочет этот режим демонтировать. Спасибо. Спасибо большое. Начинаем работу. Вадим, Светлана, пожалуйста. Вадим, Светлана, пожалуйста.